В Ютубе. У нас там в первой части будет маленькая рекламная на 2 минуты пауза. В 17 минут я вас, соответственно, тормозил. Остановить. Да. Так, все, вот мы уже в Ютубе, я уже вижу себя. Так, сейчас мы всем напишем. Здравствуйте, дорогой чат. Да, тут уже люди отмечают вашу бороду. Да, но это пока еще не борода, а бороденка. Это действительно новый имидж, как тот пишет. Ну, поскольку я сидел в той тюрьме, где отбывал свое заключение Владимир Ильич, то это по ленинским местам можно отбывать. Так, все, мы сейчас начинаем через 15 секунд. И там. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, мы говорим, естественно, с помощью зума, скайпа, зума, да, или чего мы там говорим. Зума. Всё у нас тут удалённо, но наши слушатели могут нас увидеть и услышать не только по радио, но и в трансляции в Ютьюбе и в Яндекс.Эфире. Ну, сразу хочу вас спросить по поводу вот этой адской шпиономании очередную серию, которую мы сейчас наблюдаем на примере несчастной калининградской пары, которых приговорили к 12-13 годам за... Прям даже не могу сформулировать и не могу даже из памяти вытащить это слово, оно не вытаскивается. Но это слово госизмена, конечно, но оно настолько неприменимо к этой истории, или, может быть, я чего-то не понимаю. 12-13 лет за что? Можете объяснить? Ну, там нет объяснений у Дуба Варимова, с моей точки зрения. Эту историю мы бы назвали фантасмагорической, если бы у неё не был такой трагический финал, я имею в виду длительные приговоры. Ну, а вообще, вся эта история вписывается в тот ряд дел об измене, которые мы наблюдаем последние годы, и, в частности, это дело журналиста Ивана Сафронова и предшествовавшие его делу другие дела. Это всё имеет очень простое историко-политическое объяснение. С 2014 года, после начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины, Россия, точнее Кремль, рассматривает страну, как находящуюся в предвоенном положении. Естественно, приоритет национальной безопасности и поиски врагов. Враги ведь проникают всюду. Это, с одной стороны, с другой стороны, органам, которые, как известно, никогда не ошибаются, им надо отчитаться. И они ищут те дела, точнее, фабрикуют дела, которые находятся под носом, и из мухи не просто раздувают слона, они из ничего делают что-то. Оказывается, можно из ничего что-то создать. Вот так фабрикуются эти дела. Насколько я знаю, ни под одним из этих дел нет никакой реальной подоплёки. Включая дело журналиста Сафронова и включая эту историю, с которой мы начали наше обсуждение. Ну, там в этой истории... Едмитрий Сафронова даёт ещё такую... Да. Там в этой истории, просто я хотела сказать, что там что-то такое про передачу каких-то данных каким-то спецслужбам. Бюджетных документов спецслужбам Латвии. Ну, это аналогично тому, как Сафронову меняли передачу секретной информации разведке Чехии. От того же порядка вещи. Причём я знаю, что в деле Сафронова никаких доказательств нет. Не сомневаюсь, что и в деле этой супружеской Читы тоже нет никаких доказательств. Это чистой воды фабрикации. Чистой воды фабрикации. Ну, поскольку, ещё раз повторю, органы у нас никогда не ошибаются, а сама у нас политическая власть – это выходцы из тех же самых органов, они своих покрывают и им покровительствуют. И даже зная, что это враньё и выдумки, они всё равно их поддерживают. Ну, это же абсолютно непродуктивная такая история. Какой смысл заниматься вот этими фантазиями и этими сказками, если это действительно всё так, когда наверняка, не знаю, настоящие шпионы, настоящие диверсанты, настоящие плохие парни не дремлют и делают свою чёрную работу, потому что, ну, как бы никто этого не отменял ни в одной части мира всё равно. Естественно, Ольга, эта ситуация действительно парадоксальна, потому что утечки конфиденциальной, чувствительной и секретной информации из высшего политического руководства России увеличились. Они увеличиваются буквально в арифметической прогрессии. И сейчас Кремль напоминает уже самое дырявое решето, которым был Кремль на исходе советской эпохи в конце 91-го года. Эта аналогия вполне уместна. И та информационная война, тот информационный накат, те информационные скандалы, которые сейчас разворачиваются, я имею в виду отнюдь не только то, что Навальный предложил городу и миру, но и всё, что предшествовало этому, это в том числе следствие, отчасти следствие этих утечек. Так что, да, матюрые вражины, которые находятся, да, они в безопасности. Вы правы. Кто в безопасности? Они кто? Матюрые вражины. А, матюрые вражины, да, им, видимо, беспокоиться не о чем абсолютно. Тут не до них, да, это правда. Про утечки, о которых вы говорите, из Кремля. Вот давайте подробнее об этом. А что такое усилилось вдруг резко с Кремлем и с утечками? Что такое происходит? Что интересного утекло? Я неспроста правил аналогию с концом 91-го года, потому что те люди, которые этим занимаются, борются друг с другом или сливают информацию тем, кого можно назвать западными партнерами, они знают, что эпоха Путина заканчивается. Они не просто знают, они в этом абсолютно уверены. Какие их западные партнеры? Они ищут возможности постелить себе соломку. Они ищут возможности найти себе запасные пути, запасные аэродромы. Как предшественники этих людей или даже те же самые люди это делали в конце 91-го, начале 92-го года. Типологически сейчас происходит то же самое. И по оценкам западных наблюдателей, ситуация беспрецедентна для последних 20 лет российской истории. А всё то, что касается личной жизни разного рода персонажей кремлёвской политики, и то, что ещё в скором времени будут появляться. Ну, честно говоря, при всём интересе к чьей бы то ни была личной жизни, тем более личной жизни публичных фигур, в общем, всем нам всегда это бывает интересно. Но, в общем, это не самое интересное, если честно. Потому что гораздо интереснее какие-то вещи, которые связаны с политикой, а не с тем, у кого там какие жёны и дети, например. Абсолютно верно. Но дело в том, что эта информация является инструментом политической борьбы. Политической борьбы, которая обостряется. Сейчас она носит внутриэлитный характер и отчасти скрытый. Но вот эти скандалы – это выход этой борьбы на поверхность. Это первое. И второе. Есть та информация, которую вы подразумеваете. Действительно, она не передаётся гласности. Но она тоже передаётся. И передаётся ещё разрастающих масштабах. Ну что? Что не передаётся гласности? Вы так витиевато выражаетесь? Давайте конкретнее, если можно. Да, я выражаюсь витиевато, исходя из обстоятельств той темы, или, как говорят в этих кругах, нюансов темы, которые мы с вами обсуждали. Ольга, ну это же совершенно очевидно. Мне приходится использовать язык в языке. Умному будет достаточно. Ну, значит, я не настолько умная. Хорошо, ладно. Нет, вы умные, но вы, как журналист, хотите докопаться. Да, это правда. Это безусловно. Да, хорошо. Но мне кажется, это ещё не похоже на 1991 год и на конец Советского Союза, потому что там какой-то был, как мне кажется, момент, когда всё стало очень сильно ускоряться. И вдруг... А у нас ускорится в следующем году всё. Почему в следующем году? Сейчас идёт подготовка. Ну, потому что придётся не просто принимать решения, но объявлять об этих решениях, решения о кадровых переменах, масштабного свойства решения, выборах не только парламентских, но и, по всей видимости, досрочных президентских. Конечно же, это ускорит процесс политический. Вы думаете, если... Ну, те, кто... Да. Да, извините. Да, но те, кто сейчас эту информацию передаёт, они просто знают о том, что это неизбежно. В этом их отличие от нас с вами. Так они... Нет, подождите. Я всё-таки не понимаю. А вот эти мифические, загадочные, таинственные «они», они её кому передают? Иностранным спецслужбам? В том числе... Профессорам политологии? Кому они её передают? Вы абсолютно правильно указали адресата, которым направлена эта информация. Политическим властям ряда стран и службам ряда стран. Да, именно так дело и обстоит. Ну ладно, давайте мы сейчас прервёмся на несколько... буквально на пару или меньше минут. У нас небольшая рекламная пауза. Я напомню, что это политолог Валерий Соловей в прямом эфире программы «Особое мнение». Мы и в прямом эфире радио, и в прямом эфире трансляции в Ютьюбе, и в Яндекс.Эфире. И буквально через пару минут к вам вернёмся. Так, ну вы уже рассказывали про ваш изолятор и про то, как вы отращивали бород. Ой, да, это неинтересно. Да, это уже всем... У меня нет смысла повторяться. Это уже всем... Всем вы уже всё рассказали такое. Да, отработано. А что, вы теперь будете всегда ходить с бородой? Или это вы пока решили... По обстоятельствам, посмотрим. До победы революции. Да, это звучит очень, знаете, так, как-то очень многозначительно. И иронично одновременно. И самое иронично тоже. Без чувства юмора в России нельзя. Боже, знаю. Это правда. А сколько вы там провели, получается? 10 суток. Да, я хотела сказать две недели. Совсем не. Нет, 10 суток. Это по сравнению с Навальным, который по 460 дней провёл. Ну, это ничто. Конечно же. Ну да, Навальный просто не вылезает от этого. Сейчас будем тогда про Навального с вами говорить. И про... Ну, нет, потом про Навального, а сейчас тогда в продолжение лучше темы 21-го года про всякий вирус. Пандемию? Да, хорошо. Тут спрашивают, почему ваших кремлёвских информаторов всё ещё не арестовали? Спрашивает Борис Савельев в чате Ютуба. А, это невозможно сделать. Они сами кого-то уж арестуют. Может быть, просто их арестовали и уже отвели за угол и уже расстреляли давно на заднем дворе, Борис. Просто мы об этом не знаем, потому что они очень... Мы продолжаем программу «Особое мнение». Мы тут заговорились с Валерием Соловьём в перерыве, и зрители нашей Ютуб-трансляции как-то принимали тоже в этом участие. Ну, так вот, продолжая тему того, что вы начали перед перерывом, что в следующем году может произойти много важных политических событий. Понятно, что нынешняя ситуация с пандемией, она, конечно, ускоряет самые разные процессы и самым неожиданным образом. Как вы считаете, Россия во всех смыслах – медицински, финансово, политически, организационно, там, как угодно, кадрово – справляется с этой ситуацией, если сравнивать с другим? Она справляется с этой ситуацией только в одном смысле – в смысле в части сокрытия информации от мирового сообщества, от собственных граждан. Во всех остальных отношениях – ни в санитарном, ни в организационно-кадровом, ни в медицинском – она совершенно точно не справляется. Единственное достижение, которое мы можем себе записать в актив – это создание вакцины. Это приличная вакцина. Она, наверное, выступает Пайзеру, даже наверняка выступает. Но это более-менее приличная вакцина. Это единственное достижение. Во всем остальном мы провалились по сравнению со всеми крупными, назовем их так, цивилизованными странами. Это, безусловно, так. Ну так они все провалились, по-моему. Посмотрите, что в Британии происходит. Куда уж цивилизованными странами. Британия, по крайней мере, не скрывает информацию. И у вас тоже на сайте Москвы Ракша, по-моему, человек уволенный, специалист уволенный из статистического агентства, писал о том, каковы, по его оценкам, подлинные цифры инфицированных в России и сколько умерло. И это различие между официальной статистикой и той, которая, я считаю, действительной, впечатляет. Очень впечатляет. Так что, если вы скрываете информацию, то, конечно, вам кажется, что вы справляетесь лучше. А на самом деле это просто вранье, что очень типично для российских властей всегда и на всем протяжении отечественной истории. Не только постсоветской, но, в общем, и советской в значительной мере тоже. А какой смысл скрывать? Может быть, они просто не имеют полной информации? Потому что я знаю, например, большое количество людей вокруг себя. Ну, как большое? Относительно того количества людей, которое я, в принципе, знаю вообще, да, там рядом. Многие люди из тех, кто болеет сейчас реально или болел в последние недели и месяцы коронавирусом, они не обращаются просто в больницу, потому что нет практического смысла. Ну, человек сидит там с соблюдением всех правил, всей безопасности, как-то лечится, знакомые врачи помогают. Ну, многим и не требуется настоящее лечение. Как бы все-все так немножечко проходит. Ну, и все, эти люди просто не попадают в статистику. Да, вот это вот приговор российской медицинской и санитарной системы. Потому что смысл обращаться они. Потому что за пределами Москвы и, может быть, Питера вам все равно не помогут. А так, сможете выжить, выживайте, обращайтесь за помощью к друзьям, к знахаркам, к ведунам. А не сможете выжить, нет у вас денег на лекарства, да и лекарств нет у вас в городе, умирайте. Это обычное попустительское правительство, политика российского правительства. Кто сможет выживать, не сможет, тот пусть умирает. А типичный дарвинизм, социал-дарвинизм, его, я бы сказал, в ничем не замутненном виде. Ну, и в других странах тоже. Посмотрите, ну, в Америке что происходит, например? Ну, много где еще? В Америке не скрывают статистику. В Америке признают факты. Эти факты фундаментальные признают Великобритания. Они говорят, что Великобритания, англичане, хуже ситуации, чем в других европейских странах. Почему хуже? До конца разобраться не могут. Они говорят правду. А нам лгут. Еще раз, это фундаментальная черта российской власти. Ложь – это ее отличительный признак. Так что о каком тут можно говорить успешном менеджменте, крестном менеджменте? Расчет очень простой. Мы будем врать, мы будем врать для того, чтобы не спровоцировать проблем, не спровоцировать социальные проблемы. А вот оно как-нибудь само собой рассосется. А какие социальные проблемы… Я говорю на то, что эпидемия начнет затихать. А какие проблемы социальные можно спровоцировать, собственно? Что? Какие социальные проблемы могут быть спровоцированы? Представьте себе, вам нужны элементарные лекарства, а их нет. И вам говорят, что эти лекарства не поступают, потому что не маркированы. Вот. Я думаю, что очень просто спровоцировать таким образом проблемы. Очень просто спровоцировать проблемы, когда вы не можете лечить людей. Наши люди просто несчастные, до того забиты. И они не представляют, насколько ужасна картина. Они живут в локальном пространстве, к сожалению, несмотря на то, что общаются в интернете. Вы же помните, долгое время, там еще прошлой весной и летом, люди мыслили как. Ну, у меня же нет среди знакомых больных. Значит, ваш вирус – это выдумка и вранье. Правильно? Вот сейчас, Ольга, вы начали с чего? У вас в окружении многие люди болеют. Болеют в разной тяжести, в течение болезни, но они болеют. Сейчас это люди воспринимают как реальность. Как только расширяется их представление, многие из них были бы готовы сделать некие выводы. Они бы сделали выводы о том, что кризисный менеджмент в России гораздо хуже, чем во всех других странах. Гораздо хуже. Отсюда уже один шаг остался. Другое дело, будет он сделан или нет, ну, каких-то политических действий. Поэтому лучше врать, чтобы не допускать этих действий, конечно же. Ну, вот как-то один шаг, который остается от понимания до действий или от, по крайней мере, реакции, ну, или, например, до действий на выборах, предположим, да, как-то кажется, что это один шаг. Но на самом деле оказывается, что это очень длинный, очень большой шаг или на самом деле не один, а много шагов. Потому что мы видим массу ситуаций, когда люди все понимают, все видят, все оценивают абсолютно трезво и адекватно. Но при этом идут и голосуют за тех же самых на ближайших выборах или где там еще. А я с вами согласен. Это вот как раз самое тяжелое. Совершить прыжок. Это даже не шаг, это прыжок. Это волевой прыжок от осознания к действию. И здесь не интеллект помощь, не интеллект, не изощренный ум, не рациональное мышление. Только воля, только волевой импульс. Ну, так это значит, что нет никакого основания опасаться социальных проблем, понимаете? Ни у кого. Это с вашей точки зрения, Ольга. А вот с точки зрения власти есть опасения. Иначе зачем бы она вводила все эти драконовские поправки в законодательство, которые без того носят репрессивный характер? Только по одной причине. Она очень боится. Презвычайно боится. Если вы не боитесь, вы ничего подобного делать, конечно же, не будете. Вот спрашивает Rossel244. Это такой ник у пользователя Ютуба в нашем чате. Он спрашивает, что мы не заметили в выступлении В. Путина? Имеется в виду, конечно, недавняя пресс-конференция. Не заметили того, что было под его костюмом. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Боже мой. А что там? Вы меня смущаете. Что я должна была? Куда я должна была смотреть? Я не имею в виду внутреннюю поверхность или даже внешнюю поверхность нижнего белья. Я имею в виду медицинского аппарата, который на нем находился. Ой, ну начинается. И без которого он не может обходиться уже. Ну ладно. Ну как-то это вы опять о своем послышите. Уже как-то... Почему о своем? Правду говорить легко и приятно. Не всем ее приятно слышать. Это я прекрасно понимаю. Еще давайте у нас осталось 2 или 3 минуты до перерыва. Вот это вот новость о том, что Государственная Дума приняла в первом чтении законопроекта запрете пользователям соцсетей заниматься политической агитацией. Я думаю, что она не стоит больше, чем 2 минуты до перерыва. Но вы все-таки ее прокомментируете. Ну это вот как раз из разряда тех движений и инноваций, о которых я говорил. Надо запретить все. Буквально все. Я думаю, что надо запретить и выход в социальные сети. Скоро будет такой законопроект, скорее всего. Так запретить социальные сети просто и все. Ага. Запретить социальные сети и все. Я не понимаю, почему эти полумеры вообще какие-то? Конечно. Вот вы видите, мы с вами домыслили логически, что еще власти предстоит сделать в 21 году. А если она делает то, что она делает, она просто боится. Это признание страха. Сергей Боярский, депутат Единоросс, говорит, высказывать свои политические предпочтения во время выборов разрешат только тем, кто заключит договор с кандидатом или партией. Это долгожданный закон, заявил он с парламентской трибуны. Я глазам своим не верю, если честно, когда я это читала. Да, какой показательный идиот, не правда ли? Это агентство... Ну, я такие слова употреблять не буду, но то, что это агентство «Панорама», никогда их не перешутят, это факт. Абсолютно. Это правда. Слушайте, они правда действительно искренне все это говорят, когда они это стрибуют? Конечно, искренне. Но это не только циничный обман, часть из них, по крайней мере, в это весят. Верит и очень боится того, что с ними может произойти, когда ситуация начнет меняться. Поэтому надо во что бы то ни стало сдерживать ситуацию, отгородиться, построить стену. Они пытаются это делать. Ну, вот, тем не менее, Центр избирком сказал, что больше не будет вот этого голосования на придомовых территориях, на пеньках и на лавочках, как это было в прошлый раз. Что традиционный способ почвенного голосования тоже отменять не будут, сказала Памфилова. Ну, то есть, наверное, все-таки не зря возмущались люди в социальных сетях, или зря? Конечно, не зря. Да, голосование будет проходить в переоборудованных общественных туалетах, в трансформаторных будках. Ну, зачем же на пеньках и лавочках? Конечно, можно найти помещение, прийти в ДЭС и там проголосовать. Конечно, какие проблемы. Хорошо, мы сейчас прервемся еще на несколько минут на краткие новости, небольшую рекламу в эфире «Эхо Москвы» и в нашей трансляции. В трансляции мы остаемся. Это Валерий Соловей. Вернемся через несколько минут в программу «Особое мнение». Так, а почему вы говорите, что вы сидели там, где сидел Ленин? Вот этот момент я упустила как-то в изоляторе. Надзиратели мне говорили тамошние. Это в Петербурге, да? В Петербурге. В Питере, да. А это для них как предмет корпоративной гордости. Да, да, они сразу оживлялись. Здесь же Ленин сидел. А это где вы там находились? Это спецприемник на Захарьевской улице. Захарьевская шея. А что там, прям действительно такое историческое здание, там казематы, вот это все? Ну, оно 19 века, насколько я знаю, да. У вас было чувство причастности к истории? Ну, после того, как они сказали мне, конечно, я счел это очень символично. Православный бы человек сказал промыслительно. Поэтому вот и борода стала сама собой появляться. А, да, да, да. По ленинским местам. Да. Нет, я просто, мне все время кажется, когда я обсуждаю эту новость калининградскую, про вот этих людей, Антонец и Зимина, которых приговорили за госизмену, мне все время хочется проверить снова эту новость, потому что у меня все равно не укладывается в голове, что... Не исчезнет ли она? Не, не, что 12 и 13 лет. Мне все время кажется, что я, наверное, что-то путаю. Надо еще раз посмотреть, что там написано. Да. Так, что вас еще спросят? Да, а откуда вы знаете про медицинские аппараты? Вот это все, спрашивает вас Денис из Саратовской области. Никто не знает, а Соловей знает, типа. Почему же никто не знает? Об этом знает правительство всех европейских стран уже. И администрация Соединенных Штатов. Они об этом прекрасно знают. Вот и поэтому я говорил об утече. Конфиденциальной и чувствительной информации. Они об этом прекрасно осведомлены. Это тайна только для российских людей. Больше ни для кого. Почему таинственные и могущественные силы не освободили вас, спрашивает Владимир, вот из этого исторического здания. Они меня освободили, потому что меня хотели сразу же третий раз задержать по той же статье и посадить, плавно перевести на уголовку. Вот видите? А я нахожусь живой и на свободе. Надо добавить, пока живой и пока на свободе. Меня тайком вывозили из тюрьмы. Тайком? С полным тайком, да, на машине с затонированными стеклами с внутреннего двора. Почему? Почему тайком? Чтобы против меня они совершили провокацию. Зачем? Зачем? Провокацию против меня отвечали? Третий раз тоже та же статья, переход. А, то есть, чтобы вы повелись на провокацию, как-нибудь ответили? Ну, даже там не надо было отвечать. Я мог бы просто стоять и молчать. Это бы ничего не изменило. В том плане, который существовал. Поэтому пришлось вопрос решать кардинально. Понятно. Предлагали прислать вертолет, но я сказал, что не стоит. Вертолет? В Петербурге? Да, вертолет. Да. А кто вам предлагал прислать вертолет? Друзья. Вертолетчики? Меня же спросили сейчас о могущественной организации. Вот я и рассказываю. Ну, хорошо. Так. Я смотрю, что нам еще пишут люди. Так. Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Валерии Соловей. Давайте теперь поговорим об Алексее Навальном. Ну, теперь Соединенные Штаты говорят о том, что очевидно, что за всей этой историей стоит российское государство. Российское государство заняло свою прежнюю позицию. Как вы думаете, какие еще нужны аргументы? Или этих достаточно, или недостаточно для того, чтобы тут что-то изменилось? Аргументы со стороны кого? Алексея Навального или со стороны российского государства? Ну, со стороны Алексея Навального, Америки, кто там еще, Германии, я не знаю, журнал «Ланцет», может быть. Я понимаю, Ольга. Ну, вы же прекрасно знаете, что реальные пацаны никогда не отступают и не признают правды. Никогда. Они будут стоять на своем до последнего, пока не окажутся на скамье подсудимых. И только там, на скамье подсудимых, они разнюнятся и будут говорить, что их обманули, что они не знали, что они всегда хотели другого. Ну, произошло так, как произошло. А некоторые из них просто выполняли приказы. К сожалению, российское правительство не смогло предъявить ни одного факта, ни одного факта, подтверждающего, что за отравлением Навального стоят другие политические субъекты, или, скажем, внешние субъекты. Ни одного. А вот факта в пользу того, что за этим отравлением стоит российское правительство, предъявлено более чем достаточно для международного трибунала. Это безусловно. Вас все устраивает вот в этом последнем расследовании Навального, вернее, в последнем ролике, где он разговаривает по телефону с этим химиком, якобы отравителем. Тут ему все рассказывают про трусы. Различные вкусовые симпатии, антипатии. Но ведь это очень просто провернуть, пожалуйста, экспертиза, голоса этого химика. Пусть его ФСБ предъявят. В чем дело? Это же очень просто провернуть. Помните, как в знаменитом фильме «Красная жара». Какие ваши доказательства? Предъявите ваши доказательства, что этого не было. Российская власть их предъявить не может. Это, кажется, чудовищный репутационный удар. И по российской власти в целом, и по ведомству. Да и, в общем, по стране тоже. Потому что выглядит все это крайне-крайне неприглядно и чудовищно. Ну а как это по стране, собственно, может быть ударом? Ну вот мы с вами, например, какое имеем к этому отношение? Я точно нет. Мы имеем прямое отношение, мы допустили, чтобы нами правили такие люди. И поэтому любой непредвзятый наблюдатель, особенно из них скажет, русские, вы же проголосовали за Путина. Это он назначил таких руководителей, правда? Значит, вы несете за это ответственность. И это правда, мы несем моральную и политическую ответственность. И за собственную нищету, и за те преступления, которые совершены. Именно так и есть. Как же от этого отделаться? Нет, никак не получится, ни в коем случае. И от делаться с тем, что мы не знали, после 2018 года уже все знали, после пенсионной реформы. Сейчас знает еще больше. Вот есть какое-то такое неуловимое для меня противоречие между тем, что вы говорите о каких-то секретных влиятельных людях, которые там получают информацию, сливают информацию, оперируют информацией, думают о будущем и так далее. И между вот этими вот спецслужбистами, если это они, которые представлены в роликах Навального. Как-то у меня тут не сходятся, честно говоря, образы. Реальность всегда немного шизофренична и разорвана. На самом деле ФСБ это совсем не такая уж плохая контора, я имею в виду, в частности, профессионализм. Это одна из лучших в мире спецслужб. До сих пор? Это безусловно так. Да, до сих пор. Несмотря на деградацию, которую она пережила, это очень профессиональная спецслужба. Ее оправданно опасаются в мире. Другое дело, что у любой спецслужбы бывают дни и минуты, не только дни, а годы позора. Для любой, даже самой профессиональной и сверхкомпетентной. И что произошло сейчас, это Алексею Навальному удалось сформировать новый образ этой спецслужбы. Буквально в течение недели он смог превратить ее из зловещей, всемогущей, всезнающей организации в нечто очень жалкое и подверженное критике. То есть он сформировал новый образ. Он высмеял ее. И когда что-то высмеивает, это перестает пугать, это перестает казаться таким страшным. Ну вот мы с вами начали с обсуждения этого приговора в Калининграде. Мы видим, что эта организация остается зловещей, она остается страшной. Но я думаю, что отношения к ней в обществе в целом будут меняться. А ее будут воспринимать как некомпетентную. Все, чем дальше, тем больше. Ну, такие проколы бывают у любой организации, безусловно. Хотя, наверное, не любая разведслужба и только редкие спецслужбы, ну, может быть, где-то в Северной Корее, в Иране, занимаются попытками убийства политических оппонентов действующей власти. Да, ну, Саудовская Аравия, естественно. В этом смысле Россия, конечно, находится в очень почетном ряду, и российское руководство тоже. То есть, то, что произошло с Навальным, и то, что произошло потом в этих роликах, это вы называете проколом? Это не системная история? Смотря что называть системой, преследование и убийство политических оппонентов – это система для Российской Федерации. Безусловно, система. Как внутри России, так и за ее пределами. И мы были свидетелями нескольких проколов и до этого. Ну, и начинается с знаменитого дела в Солсбери. И ряд фигурантов, по счастью, выжил. Так что это системный подход. Но в целом эта спецслужба высоко профессиональна и очень эффективна. И что снижает ее эффективность, то это не столько депрофессионализация, которая сейчас действительно имеет место, а сколько борьба группировок, во-первых, внутри этой спецслужбы, во-вторых, некая политическая растерянность, поскольку они понимают, что эпоха заканчивается, они не знают, на кого им сделать ставку. И это, в свою очередь, усиливает борьбу между кланами в ФСБ. А какие есть варианты, на кого можно делать ставку? Они не очень понимают. Они не очень понимают. Далеко не все симпатизируют тем людям, которые могут оказаться во главе России. Ну, или которые могут возглавить эту службу. Ну, они не понимают. А вы как понимаете? Я понимаю, что все это, в общем, гадание на кофейме гусь и такая кремлинология, конспирология, но тем не менее. Любые рассуждения такого сорта всегда носят отчасти спекулятивный характер, потому что мы имеем дело с очень большим количеством перемен. Но одно они знают твердо, что транзит в следующем году пройдет. Соответственно, им надо занять как можно более сильные позиции. Нет никакого консолидированного комитета, консолидированной Федеральной службы безопасности. Это 5-6 основных группировок, у которых достаточно расходящиеся интересы, и они делают ставку на разных людей, или предпочли бы видеть разных патронов. И это создает тоже очень серьезную проблему для транзита. Когда элита не едина, когда она не консолидирована, когда она не может найти консенсус, и когда ряд группировок элиты играет против президента, а это происходит сейчас в режиме реального времени, они ведут против него борьбу. Они ведут борьбу, пока еще за кулис, но эта борьба скоро выйдет на поверхность. То вы понимаете, что перспективы транзита выглядят плачевно. Ну а разве не всегда так бывает, когда вначале разные группировки ставят на разные фигуры, ну а потом постепенно как-то выкристаллизовывается основная, например? Да, это очень часто бывает, это естественно для авторитарной стороны, каковой является Российская Федерация. Ну и напомню, что Владимир Владимирович на рубеже 99-го, ну по крайней мере в начале 2000-го года, был фигурой широкого консенсуса. Или в 2000-м году он стал таковой фигурой. И элитного консенсуса, и общенационального. Второго Путина просто нет. Но мы можем вспомнить, извините, что до того момента, когда это произошло, там тоже перебирались самые разные фигуры. И в общем весь последний период Бориса Николаевича возникали то одни, то другие, то третьи имена. Абсолютно верно, это очень уместное напоминание. И сейчас тоже перебираются различные имена, но насколько я знаю, насколько я знаю, как настроены некоторые элитные группировки, они сделают все для того, чтобы ни один из этих кандидатов не прошел, и чтобы все эти планы обрушились. Ну да, в этом тоже нет ничего удивительного. Примерно и с Путиным тоже так было. В общем, были какие-то более громкие имена, а потом возникло... Совершенно верно. Ну вот мы посмотрим, Ольга, у нас будет прекрасная возможность увидеть, повторяется ли история. Или она второй раз повторится в виде фарса. Ну да, а на второй раз может повториться на самом деле в виде чего угодно. Есть у меня такое подозрение. В России, да. Совершенно верно. Ну вот Левада-центр утверждает, например, проведя опрос, что почти треть россиян считают отравление Алексея Навального инсценировкой, и при этом большинство людей в России, 80%, слышали так или иначе об этой истории и знают, что там рассказывают и что там произошло. Что эти данные и другие данные говорят нам о политическом будущем, Алексей Навальный? Они говорят о том, что он стал самой заметной политической фигурой не только среди оппозиции, но и в целом в России. И фактически он сейчас равновелик с президентом Путином. Это вне зависимости от отношения к Алексею Навальному, еще раз подчеркну. Он может травиться, не нравиться, можно разделять или не разделять его взгляды. Он стал именно такой фигурой. Это объективный и фундаментальный социологический факт. И того, что общество проинформировано о его отравлении, и что только 30% верят в то, что это инсценировка, это достижение разоблачения Алексея Навального, особенно двух последних разоблачений, его интервью предшествующее. Это безусловно так. То есть вы считаете, что 30%, которые считают это отравление инсценировкой, это мало? Это очень мало. Это чрезвычайно мало. Это крупнейшее поражение российской государственной машины пропаганды. Мы видим, как YouTube победил телевидение. Вот это классическая история. А телевидение рассказывает про то, что это инсценировка или про то, что это спецслужбы немецкие? А телевидение намекает на то, что все это не так. Все это не так. Телевидение намекает и будет намекать. Но, конечно, не только в телевидении, а в социальных сетях ведется работа. В данном случае Алексей Навальный при помощи других СМИ и расследователей, он определил повестку информационную. Он определил отношение общественного мнения к произошедшему. Это колоссальное достижение. Спасибо вам большое. Это политолог Валерий Соловей в программе «Особое мнение». Мне остается сказать, что в следующем особом мнении после 19 часов московского времени у нас будет журналист Максим Шевченко. С 20 до 20 часов программа «Без посредников» с Алексеем Венедиктовым. И после 22 Сергей Бунтман в программе «96 страниц» представляет новый номер журнала «Дилетант». На этом мы заканчиваем. Спасибо большое всем, кто принимал участие тут в наших вопросах и чатах. С вами была Ольга Бычкова. Спасибо, счастливо, пока. Спасибо большое. Спасибо.